Приветствую на Яблоктюб! Сегодня я расскажу вам об отличном альтернативном браузере для iOS под названием UC Browser Plus. После открытия приложения мы сразу же попадаем на стартовую страницу. На ней отображается погода для выбранного нами региона, а также есть возможность добавить собственные вкладки для самых часто посещаемых сайтов. Добавлять новые вкладки можно прямо отсюда путем вписывания адреса или выбора из рекомендованных или часто посещаемых сайтов. Кроме этого можно зайти на свой любимый сайт и после этого выбрать его добавление в закладки. Браузер поддерживает несколько жестов двумя пальцами. Например, если потянуть сверху вниз, то откроется новая страница. Снизу вверх закроется текущая. Свайпы вправо и влево позволят переходить к следующей и предыдущей странице текущего сайта. Кроме этого в правом нижнем углу есть специальная кнопка, при нажатии на которую открывается навигационная панель. Она также позволяет перемещаться на следующую и предыдущую страницу, а также перезагружать текущую. Такой подход очень удобен, так как позволяет, держав планшет или телефон одной рукой, не тянуться в верхнюю часть экрана. В правом верхнем углу есть кнопка для быстрого доступа к истории, а также к недавно закрытым сайтам. С ее помощью можно восстанавливать закрытые страницы. Известный многим значок социальных сетей в правом верхнем углу позволяет поделиться текущей открытой страницей в соцсетях или по почте. За левой границей экрана скрывается вкладка с детальной историей и закладками браузера. Здесь же есть возможность войти в свою учетную запись, которая позволит синхронизировать закладки между различными устройствами. Обратите внимание, что синхронизировать вкладки можно не только между iDevice, но и между настольным компьютером при помощи той же учетной записи. Как и все сторонние браузеры, UC Browser позволяет открывать приватный режим, блокировать ориентацию экрана, кроме этого есть возможность включить ночной просмотр. При этом экран станет немного темнее, что позволит более комфортно работать с браузером в темноте. К сожалению, авторы не предусмотрели никаких настроек для этого режима. Кроме этого, в опциях браузера есть ползунок регулировки яркости, кнопка для перехода в полноэкранный режим, при котором скрывается адресная строка и вкладки, а также есть возможность отсканировать QR-код или синхронизировать закладки и вкладки с другими устройствами. Приложение позволяет загружать из интернета самые популярные типы файлов. Кроме этого, есть возможность скачивать видео для офлайн-просмотра. Для перехода к загруженному видео есть специальная кнопка в меню настроек. Однако, опция скачивания на данный момент работает не совсем стабильно. Я надеюсь, что в следующих версиях браузера ее поправят и все будет нормально. Теперь давайте посмотрим самую интересную функцию браузера. Это просмотр видео картинка в картинке. Для этого достаточно открыть любую страницу с видеороликом, начать его просмотр и нажать кнопку отделить видео от страницы. После этого видео начинает проигрываться в отдельном окне, которое не привязано к вкладке браузера. Окно это можно перетаскивать в любую часть экрана, а также изменять его размер. Кроме этого, доступны кнопки для перехода в полноэкранный режим, включение трансляции Air Video, а также при остановке воспроизведения. Работа данной функции очень сильно напоминает Jailbreak Tweak под названием VideoPen. Однако, в отличие от последнего, видео будет работать непосредственно в браузере, его нельзя вынести за пределы приложения. А Tweak, как вы помните, позволял открепить видео от программы, закрыть ее вовсе и просматривать ролик прямо на рабочем столе или поверх любого другого приложения. Настройки программы типичны для большинства сторонних браузеров. Не забывайте подписываться на наш канал, делиться вашими лайками и комментариями, а также добавлять ролики в избранное. С вами был Артем, специально для Jailbreak Tube. Пока!